Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре у нас сплошные двадцатки сегодня. 20 мая 2020 года. Удивительное числовое совпадение. Филипп Березин и портал Preon.ru. Начинаем очередной вебинар. Сегодня он очень необычный, необычный по нашей теме. Все-таки мы окончательно смещаемся сегодня, по крайней мере, от темы недвижимости как таковой к тематике эмиграции. Говорим, будем чуть больше о переезде. Я сразу представлю своих сегодняшних собеседников-экспертов, а потом, поскольку к нам еще люди в чат добавляются, маленькое лирическое отступление себе позволю. Итак, наши эксперты сегодня. Это Ольга Мюллер, управляющий партнером Invest in Germany немецкой компании, с которой мы часто общаемся. Мы общаемся в основном на тему недвижимости. Ольга, привет! Добрый день! Да, но я сегодня не одна. Да, ты сегодня не одна. И главный наш эксперт, человек, который займет, наверное, большую часть нашего времени в общении, это Олег Капитонов, партнер тоже Invest in Germany Real Estate, адвокат, специалист в области торгового и корпоративного права, специалист в области международного и частного права, и специалист по всем вопросам, связанным с видом на жительство и эмиграции в Германию. Олег, приветствую! Добрый день! Очень рад. Ну что ж, дорогие друзья, почему мы вообще особенно выделяем Германию? Известно, что есть значительное число стран, в которых есть прописанные программы, инвестиционные, эмиграционные. Где-то они более явно прописаны, где-то менее явно, но они, в общем, имеют некую схему. Меня всегда изумляло, что Германия, с одной стороны, страна очень правильная, да, Орденк-Орденк, это как раз про Германию, где все прописано от А до Я, в общем, как таковой программы не имеют. И когда на выставках по недвижимости возникает вопрос, там, а дает ли недвижимость право на получение ВНЖ в Германии, ну, первый ответ хочется сказать «нет, не дает», но при этом иногда мы от кого-то слышим «да, дает». И как выясняется, и тот и другой ответ, в общем, в известном смысле правильный, но он требует очень большого уточнения и обсуждения, и объяснения, почему не дает и почему дает. И вот на уйму этих вопросов мы сегодня постараемся ответить и вообще рассказать, а как вот эта немецкая машина работает в том случае, когда кто-то заинтересован в получении ВНЖ Германии или просто заинтересован в Германию переехать. Вот, собственно, Олег будет нам сегодня об этом рассказывать. И мы его будем спрашивать, будем уточнять, и я надеюсь, по завершении нашего вебинара ответов будет много, а вопросов станет, ну, может быть, меньше, а если их будет больше, то контакты Олега, контакты Ольги мы вам, безусловно, дадим, и вы сможете связаться с ними уже напрямую. Ну что ж, 13.03, зрители продолжают пребывать, но кто что-то не успел к началу, запись вебинара будет традиционно вместе с материалом в ближайшие дни, поэтому давайте уже начинать. Олег, ну, рассказывать ты будешь в основном сегодня, и я так буду кратко задавать вопросы и направлять. В двух словах, давай вот про эмиграцию Германии попытаемся отсечь сразу такие самые непростые вопросы. Кто переезжает в Германию, какие основания у людей есть для переезда, такими крупными мазками, если можно. Добрый день еще раз, уважаемые дамы и господа. Я бы хотел начать сегодняшний рассказ с того, что в чем, может быть, отличает Германию от типичных миграционных стран, таких как Соединенные Штаты, Канада. Германия долгое время официально заявляла о том, что вплоть до, наверное, до конца нулевых, что Германия не считает себя миграционной страной. Тем не менее, закон о правах иностранцев, о правах пребывания, работе существует уже давно, и этот закон и регулирует как раз ту возможность права получения въездных документов, права пребывания и проживания работы в стране. В Германии нет так называемой системы пунктов, которую мы знаем там, которые есть в Канаде. Германия сознательно от нее отказалась, и система, систематика закона, она работает таким образом, что ведомство, консульство рассматривает в первую очередь цель, с какой предприниматель, с какой заявитель хочет приехать в Федеративную Республику Германии. То есть это ключевой факт, который лежит в основе решения вопроса, получит ли заявитель на жительство или нет. То есть цель, да, с какой целью вы хотите приехать в Германию. И целей таких отрегулировано в законе порядка 60, да, порядка 60, их можно разбить, пожалуй, на 4-5 основных групп. Первая группа – это обучение. Сюда относятся как и студенты высших учебных заведений. Сейчас можно приезжать и обучаться профессиям. Вторая большая категория – это трудовая деятельность. В трудовую деятельность входит приезд людей на работу по контракту или ведение самостоятельной предпринимательской деятельности. Большую категорию, порядка 45 и 50 процентов приезжающих в Германию иностранцев, это составляют люди, приезжающие по гуманитарным, политическим причинам или на основе действующего международного права. Порядка 25 процентов эмигрируют на основе семейных отношений, это супруги или члены семьи первого уровня. И порядка от одного до, или скажем, да, что у нас в процентах получается, порядка менее 5 процентов – это на основе каких-либо других причин. Да, вот спасибо, Фил, за статистику. Я хочу обратить ваше внимание на конкретные цифры по последнему, по первому полугодию 2019 года. Это вот 2019 год, он не был связан с какими-то большими, большой волной политических мигрантов, как это было в 2015-2016 году. Поэтому я бы сказал, что цифры, которые по 2019 году нам известны, они достаточно хорошо характеризуют структуру миграции из так называемых третьих стран. К третьим странам относятся все страны, не входящие в Евросоюз. То есть миграция внутри Евросоюза, она в эти статистики не входит. Ну, то есть давай я тогда просто уточню. Вот 668 тысяч человек, вот это первая цифра, это то количество людей, которые за полгода получили право легально находиться на территории Германии не по визе, а именно на каких-то других основаниях. Нет, но здесь разрешение на проживание, оно и включает в том числе и визы. То есть это визы, которые выданы, национальные немецкие визы, которые выданы консульствами. Сюда, конечно, не входят шенгенские визы, а это вид на жительство, которые выдали местные ведомства по делам иностранцев или консульские учреждения, выдавшие национальные визы. То есть мы выйдем, вероятно, в этом году на количество миллион 100, миллион 200 мигрантов, это которые въехали. Но нужно также учитывать, что ежегодно Германию покидают тоже порядка 500-600 тысяч. То есть чистая сумма приезжающих – это порядка 600-650 тысяч. Я сразу хочу сказать, дорогие друзья, мы постараемся ответить и по рабочим вопросам, безусловно. Понимаю, что таких вопросов будет много. Ближе к концу мы этого вопроса коснемся. Если мы говорим про вот эту статистику, которую сейчас Олег представил, хочу спросить у тебя вот о чем. Вот третья группа – это трудовая деятельность, почти 7-7 тысяч человек. Из них по самостоятельной предпринимательской деятельности – вот наша главная тема, о которой мы говорили. Да, я здесь… А вот про это расскажи, пожалуйста, чуть подробнее. Я специально тут немного коснулся, поскольку тема у нас – возможное получение вида нажительства, связанное с инвестициями, то один из путей, которым можно себе представить получение вида нажительства, это если удастся скомбинировать инвестиционную деятельность с самостоятельной предпринимательской деятельностью. И по вот этой цели нахождения в Германии самостоятельная предпринимательская деятельность за первые полгода 2019 года консульству выдали 149 национальных виз, и 760 заявлений внутри ФРГ были положительно решены. То есть, условно говоря, за первую половину 2019 года чуть более 900 предпринимателей или в самой Германии, или из-за пределов страны получили разрешение находиться в Германии, жить и вести эту предпринимательскую деятельность именно вот на этом основании. Они бизнесмены, и они Германию заинтересовали своим бизнесом. Да-да, можно так это описать. Мы этого вопроса еще в рамках сегодняшнего вебинара коснемся более подробно, но на данный момент можно так описать. Окей. Ну и тогда отдельная еще история. Вот особое право на пребывание. 15 тысяч человек – цифра довольно существенная. Вот это вот что такое? Если я правильно понимаю, частично мы об этих людях сегодня и поговорим. Да, мы коснемся как раз вот этой категории мигрантов. Как я сказал, что структура немецкого закона об иностранцах такова, что конкретно прописаны цели приезда, пребывания иностранцев на территории ФРГ. И принимая решение о получении видножительства или национальной визы, ведомство смотрит, под какой же из этих целей иностранец попадает. Безусловно, есть ряд случаев, которые не прописаны в этих 60-70 конкретных целях, и тогда встает вопрос, может ли данный иностранец претендовать на получение вида нажительства, несмотря на то, что цель пребывания в законе не описана. И здесь мы касаемся такого основного принципа немецкого, да и любого права, любого государства, что государство может принять какое-то решение значительное лишь на основе имеющегося закона. То есть нам нужно искать какую-то норму, которая оправдывала бы предоставление видножительства иностранцам, даже если цель планированного пребывания никак не отражена в законе или конкретно не отрегулирована. И такая норма в законе об иностранцах есть, и как раз, да, вот и как раз вот это особое право на проживание, вот этот видножительства полученный, или скажем, получившие 15 тысяч человек, оно имеет в своей основе как раз вот эту норму параграфа 7 закона о пребывании, трудовой деятельности, интеграции иностранцев, назовем это более коротко, закон об иностранцах. И эта норма дает как раз вот ту возможность получения видножительства в случаях, которые, с одной стороны, конкретно не отрегулированы в законах, но, с другой стороны, принципы работы правового государства в определенных случаях могут и обязывать государство предоставить тому или иному иностранцу видножительства или же дать, по крайней мере, или обязать дать возможность ведомствам по делам иностранцев принять решение на усмотрение, предоставлять ли данному конкретному иностранцу видножительства. То есть это более или менее такая общая норма, которая должна давать возможность получения видножительства для случаев или для целей, которые конкретно не прописаны в законе. Ну, давайте как раз вот об этом поговорим. Итак, есть цели, которые в законе прописаны явно, что если у вас есть вот такая цель и такое основание, вы можете принадлежать на ВНЖ, а есть цели, которые прописаны неявно. И вот обратимся к тому кадру, который показывает, прошу его тогда прокомментировать, вот какие основания являются явными, какие основания являются неявными. Пожалуйста. Вот, ну, как вот уже мы смотрели по статистике, да, у нас там были такие категории, как учеба, работа, семейные отношения, семейные обстоятельства. Если цель пребывания каким-то образом связана с работой, будь то это работа по найму или самостоятельная работа, то все это регулируется вот, регулируется в тех конкретных нормах закона. И к параграфу 7 это уже не имеет никакого отношения. То есть если закон Германии дает возможность высококвалифицированным кадрам приехать на работу, например, в рамках получения там голубой карты, да, то нельзя сказать, что если у заявителей квалификации немного не хватает до голубой карты, то как раз я могу попробовать через вот эту норму параграфа 7 получить, претендовать на получение вид на жительство, поскольку цель для работы для неквалифицированных кадров, она вот через голубую карту регулируется не полностью. Это не работает. То есть еще разочек, если я правильно понимаю, если ты хочешь переехать на основании работы, то все очень четко регламентировано. И вот как-то по-иному здесь обойти эту историю практически нереально. То есть надо действовать только по этим схемам. А что тогда оставляет пространство для творчества? Ну, это не то, что пространство для творчества. Это вот те примеры, которые здесь перечислены вот в левой колонке. Это их список неполный, да. Я попытался отразить здесь вот одни из, ну, пожалуй, наиболее частых примеров, когда параграф 7 находит свое применение. Очень значительно или достаточно часто он применяется вот в первой категории. Это когда, как я вот здесь описываю, когда иностранцы приехали в Германию в возрасте ребенка, да, это миграция вместе с родителями. Провели в Германии значительное, пока родители вели процессы там по получению там политического беженства. На этом ранее это могло занимать и 10, и 12 лет, пока через все инстанции пройдет. Ребенок вырастал, и он, в общем-то, уже своей родины, да, он ее никак не знал, да. Для него фактическая родина была Германия. Он здесь ходил в детский садик, школу и, может быть, уже начал учиться профессии. И вдруг выясняется, что все процессы проиграны, и ему нужно покидать Германию. И вот в таких случаях, да, немецкий конституционный суд сказал, что это не соответствует принципам работы правового государства, каким Германия себя считает, и что людей, выросших в Германии, нельзя лишь по одной той причине, что они обязаны покинуть страну, депортировать. То есть вот здесь происходит оценка интересов частного лица по нахождению в Германии и государственных интересов по выполнению имеющихся законов. Окей, Олег, давай все-таки тогда коснемся тех пунктов, которые, ну, имеют большее отношение или могут иметь большее отношение к нашей аудитории. Вот тут, например, написано, вот состоятельные иностранцы, имеющие право жить в Германии, пункт номер три, и пункт шестой, вот иностранцы, написано, даже имеющие апартаменты в Германии. Когда мы говорим, вот ты их включил сюда, по какому принципу, что это означает для них? Ну, я эти два примера включил, скажем, на основе того, что тема сегодняшнего семинара, это как раз возможность получения вида на жительство для людей, инвестирующих в Германию, и это, ну, отражает как раз вот те признанные случаи, в которых параграф 7 может найти свое применение. То есть еще разок, вот параграф 7, если мы не говорим о юридических терминах, это означает, что строгих критериев, как по там переезду с получением ВНЖ на основании работы, на основании воссоединения семьи, на основании учебы, вот по этим принципам, которые мы отражили в левой колонке, строгих критериев нет, но есть определенные возможности, скажем так. Да, абсолютно, абсолютно верно. Я тоже пытаюсь ввести сегодняшний разговор, как можно меньше употребляя юридические термины, чтобы донести основное содержание. Да, это безусловно право, что эти примеры, они признаны, они дают возможность, но они никоим образом не обязывают миграционные органы выдать заявителю, выдать иностранцу вид на жительство, да, на основе того факта, что он является состоятельным или то, что он имеет апартаменты в Германии, да, но возможность это есть, и она признана, да, поэтому те, кто отвечает, что такая возможность есть, они правы. Окей, тогда давай все-таки проговорим, потому что сразу поступил вопрос, а апартаменты на какую стоимость? Вот, предположим, у нас есть вот этот пример. Иностранец, имеющий апартаменты в Германии, может претендовать на вид на жительство, но мы знаем, что никакой вот точной суммы нет, а как это тогда работает, какой здесь принцип? Ну, принцип работы вот тот, который я как раз вам описал вот в том, в том примере с иностранцами, выросшими в Германии, да, то есть у нас есть, с одной стороны, государственные интересы о том, чтобы законы выполнялись, и те, у кого нет разрешения, покинули страну, были депортированы, и есть у нас интересы частного лица в том, что он кроме Германии по факту ничего не знает, да, то есть происходит оценка интересов государственных и частных, да. Ну, подожди, с ребенком, который прожил там с 10 до, там, с 5 до 16 лет, моральный принцип понятен, а вот человек, который является собственником каких-то апартаментов, какой у него, кроме того, что он что-то купил, может быть аргумент? Здесь, да, ну, здесь, скажем, начинается и искусство работы адвоката, да, в том числе искусство убедить миграционные службы, что вот тот или иной случай, он заслуживает того, чтобы его рассматривали, рассматривали как исключение, попадающее вот под этот параграф 7. Сказать, что стоимость апартаментов играет какую-то решающую роль, было бы упрощением, да, это скорее не так, да, это будет, безусловно, один из критериев, да, это какие, что здесь может играть роль, да, в каком месте находятся эти апартаменты, да, если эти апартаменты находятся, скажем, в области стратегического развития региона, да, как туристического, да, скажем, есть озеро, да, где коммунальные органы, муниципальные органы решили развивать, развивать эту область, да, и дали возможность застраивать под туристический апартамент, да, то я могу себе представить, что здесь хорошо можно было бы аргументировать именно как раз вот общественными интересами, да, которые видны из планов, муниципальных планов развивать регион как туристический регион, да. Вот, и здесь мы могли бы, здесь вот как раз это была бы линия, которой можно было бы помогать инвестору получить вид на жительство. То есть еще раз, ну, давай доведем ситуацию такой простого, может, примитивного примера. Если я купил квартиру в Берлине, у меня никаких озер, может быть, озер где-то рядом, но вот сама по себе квартира в Берлине очень трудно придумать аргументацию, которая, ну, сделала бы тебя каким-то особенным или как-то, чтобы эта покупка как-то, ну, соотносилась с планами властей Германии. Я правильно понимаю? Да, это в Берлине, конечно, будет тем… Я думаю, в Берлине это… в Берлине будет играть роль или может играть роль стоимость апартаментов, да. Скорее будет играть одну из решающих роль, может быть, какие-то… какие-то социальные аспекты инвестора, которые можно будет в положительном плане продать, реализовать в рамках проекта, да. Но мне известны случаи по Франкфурту-на-Майне, когда гражданину Саудовской Аравии при покупке апартаментов там за полтора миллиона дали, решили проблему, да, решили вопрос вид на жительство, да, с Гавида. Ну, подожди, вот при этом сама покупка на полтора миллиона, она была как бы вот основным аргументом или дополнительным? Или он что-то еще… вот что он еще сделал, кроме этой покупки? Или он просто показал какую-то еще свою… Ну, вы… нет, там ничего такого особенного выделяющегося не было, но это как раз вот те рамки принятия решений на усмотрение, да. То есть для ведомства важно учесть все имеющиеся критерии и в рамках этих учтенных критериев принять правильное решение. То есть тут могут быть два правильных решения, которые могут быть идти в два противоположных направления. Это может быть предоставить и могут отказать. Они оба будут правомерными. Правильно ли я понимаю, опять же, условно говоря, что ведь не существует универсального рецепта, когда, купив за полтора миллиона что-то во Франкфурте, ты получаешь вид на жительство? Кому-то… Нет, конечно, да. Кому-то просто на основании каких-то дополнительных… Абсолютно верно. Поэтому и правы те, которые говорят, что покупка дорогой недвижимости не дает вам никаких прав. Ну, вот окей, тогда хочется все-таки еще каких-то примеров, какие возможны, да, вот все-таки о чем мы говорим. И, опять же, я попрошу тебя второй тоже критерий немножко описать. Вот написано «состоятельные иностранцы, желающие жить в Германии». То есть… Я еще хотел вот как в заключении коснуться апартаментов, потому что эта возможность есть, эта возможность принята, да, и здесь нужно работать, и есть ряд других вещей, которые нужно тоже учитывать при принятии решения, а нужно ли мне в любой ценой стремиться там получить вид на жительство, да, или нет, это и налоговые вопросы могут играть определенную роль, да. Вот, но важно то, что я хотел донести. Такая возможность есть, да. Безусловно, когда вы будете подавать заявление на получение ВНЖ, вот в контексте наличия собственных апартаментов в Германии, консульские органы будут рассматривать вопрос, а недостаточно ли удовлетворены ваши интересы, если вы получите шенгенскую визу, да. А вот смотри, сразу пришел вопрос, он, понятное дело, с одной стороны конкретный, с другой стороны есть всяких много но, но вот смотри, вот у тебя сейчас есть апартаменты, которые ты можешь сдавать там в аренду студентам в крупном городе, а основной аргумент это будущее, учеба ребенка, поступление в ВУЗ, ассимиляция, вот такой случай, за что здесь можно зацепиться тебе, как адвокату, чтобы каким-то образом раскрутить эту историю, если возможно. Ну, я понимаю, что это частный случай, но просто какие-то, какие за и против здесь есть. Не, ну, безусловно, безусловно, это вот то, что указывается, это те интересы, которые ведомство будет обязано учесть, но, скажем, пробивными они не являются. Я, более того, я вот эту историю с апартаментами, ну, я ее включил для полноты картины. Основной, основная категория иностранцев, которые, скажем, работают, которые претендуют, претендуют, может претендовать, это все-таки состоятельные иностранцы. Хорошо, тогда давай вот состоятельные. Что является, очень хорошее слово сейчас сказал, пробивной критерий. Вот сам по себе там, ну, человек с состоянием, во-первых, с каким состоянием, о каких суммах мы здесь можем говорить? И является ли какая-то сумма пробивным критерием? Слово пробивной здесь, насколько важно? Ну, несмотря на то, что закон, о применении которого мы говорим, является федеральным законом, то есть он действует во всех землях, во всех муниципалитетах одинаково, тем не менее, применяется он как раз сотрудниками ведомств. И как я вам показал статистику, это не те случаи, которые каждый день там находятся на столе у сотрудника ведомства. по делам иностранцев, то есть статистически они пропадают, да, их крайне-крайне мало, поэтому какого-то наработанного опыта ни у кого нет, да, то есть есть какие-то отдельные примеры, которые в больших городах и где-то побольше, в отдельных муниципалитетах или в отдельных коммунах с ними вообще никогда не сталкивались, да, и приходится там задумываться по-новому, в комментариях о них ничего не написано, судебной практики нет, да. Вот поле деятельности ведомств и поле деятельности юристов. С одной стороны, это сложно, с другой стороны, это дает возможность для заявителей, для адвокатов аргументировать и убеждать ведомство. Скажи, пожалуйста, о том же вопросу, да, центральному. С какой же цифры мы можем говорить о состоятельных иностранцах, да. Вот, как я уже сказал, нет никакой практики, нет никаких рекомендаций, нет никаких внутренних распоряжений Министерства внутренних дел, вот. И я вам расскажу по вот результатам своих общений с ведомством по делам иностранцев, вот, когда мы регулировали эти вопросы, да, вот, скажем так, назову последние общения с начальником или с его штабом сотрудников, да, он назвал мне цифру в 3 миллиона, да, вот он сказал, что с его точки зрения достаточно обеспеченным иностранцам он готов считать заявителей с подтвержденным имуществом в 3 миллиона евро, да. Можно уточнить, это же, но это служащий, от которого зависит принятие решений? Ну, безусловно, это начальник ведомства, да, то есть без него там никто ничего не примет, да, поэтому он сказал, что вполне возможно, что в соседнем городе мой коллега назовет вам другую цифру, но вот я, подумав, решил, что в моем ведомстве это будет цифра такая, да. Есть начальники ведомств, которые мне никаких цифр не называют, они говорят, вы приходите, приносите заявление, мы посмотрим, что это заявитель, насколько он там интересен, насколько он вписывается в наш, подходит к нашим жителям, жителям нашего города. Скажи, пожалуйста, прости, это уточнить, а на каком уровне вообще, как правило, принимаются подобные решения, вот, которые не прописаны в четких законах? Ну, это без, да, это всегда идет через стол начальника ведомства, то есть... Какого регионального, вот уровень его? Ну, вопрос получения вида на жительство, это всегда региональный вопрос, то есть это город, да, или город, городские власти, у них есть соответствующие полномочия, или это коммунальный там в городах, в городах, скажем, в областях, районах, там это соответствующие ведомства. То есть это муниципальные органы с полномочиями принимать решения по федеральному закону, да, вот. То есть еще разочек, федеральный закон отдает решения по конкретным случаям, не связанным там с работой, учебой, с воссоединением семьи, в адрес, ну, по сути, городов и муниципалитетов, то есть на таком уровне они принимают решения. Да, да, можно так сказать, упрощенно сказать, что здесь федеральный закон не дает никаких, не дает никаких рамок для принятия решений, здесь более или менее, это, говорю, есть возможность у местных органов самим решать, выдадут ли они вид на жительство тому или иному состоятельному иностранцу. То, что ты сказал, вот ты сказал про некие основания, да, то есть вот есть некое состояние человека и есть, вот, опять же, ты сказал, что муниципалитет города будет решать некую полезность, да, вот, будет определять некую полезность. Да, да. Опять же, ну, на каких-то... Ну, и стоит вопрос, а почему именно наш город, да, а почему вот, а почему именно наш город, а почему именно наш... Вот. То, что мы пишем. Вот принятие верности на пределах иностранцев решение на усмотрение. То есть оно будет решать. И оно будет решать исходя из двух критериев, как ты отметил. Оценка личных интересов заявителей и общественных интересов ФРГ. В Германии, да. И иная цель должна быть обоснованным случаем. Вот поскольку нет никакой системы, вот что может быть обоснованным случаем, что может быть общественными интересами. Человек должен быть благотворителем каким-то, он должен, не знаю, быть чемпионом мира по шахматам. Вот что это? Видите, ну это здесь как раз вот те, те чемпион мира по шахматам, это, конечно, да, это был бы, был бы, пожалуй, пробивной аргумент. Да, и действительно города или начальники ведомств, которыми я общаюсь, они, ну, некоторые желают себе вот именно таких новых жителей. Да. Я бы здесь хотел еще рассказать о том, о моем общении с председателем Сената Верховного Федерального Суда по административным вопросам. То есть это судья, который решает в последней инстанции все споры между иностранцами и государством. Да. Вот по причине отсутствия этой, отсутствия информации такой конкретной для того, чтобы работать с заявлениями, да, я в рамках вот декабрьской конференции с ним списался, и мы обсуждали с ним этот вопрос. Он сказал, что действительно практики нет по этому поводу. Он видит вопрос состоятельности иностранца очень прагматично. Он сказал, закон, если закон не предусматривает никаких цифр, значит и ведомство не может требовать никаких цифр от иностранца, да. То, что ведомство может и обязано требовать, это то, что иностранец подтвердил, что у него достаточно финансовых средств для того, чтобы обеспечить свою жизнь в Германии. Все, точка. Вот. Вот так кратко он сказал. Все остальное – это фантазии применителей закона, которые в законе никакого отражения не видно, не видят, да. Но, тем не менее, работать нам приходится, мне приходится работать с ведомствами, вот, а до, скажем, до того, чтобы догнать отрицательно принятое решение там до верховной инстанции, понадобится 3-4, может быть, 5 лет. На что мне председатель Сената сказал, он такой, давайте напишем историю немецкого права, давайте гоните мне до нас отказ, и мы сделаем первый прецедентный случай. Хорошо, но послушай, все-таки, я понимаю, что говорить конкретно и что-то обещать в тех случаях, когда ты сам говоришь, что нет таких правил, невозможно. Но, хорошо, цифра состояния иностранца, ну, кто-то тебя в муниципалитете назвал, это будет его личное решение, да. А что тогда, ну, вот, не все чемпионы мира по шахматам, да, не все, что еще может быть в данном случае аргументом, кроме твоего богатства? Ты можешь что-то пообещать муниципалитету, вот, как это действовать? Ну, смотрите, что еще работает здесь. Безусловно, на что смотрят муниципалитеты, если заявитель ведет какую-то инвестиционную деятельность, да, потому что инвестиционная деятельность как таковая, она не дает права вида на жительство, да. Но если вы ведете переговоры, ведете переговоры, там, где за одним столом сидит начальник ведомства по делам иностранцев, с другой стороны сидит бургомистр, да, вот, и вы представляете, там, перспективы возможных инвестиций, то они глядят друг другу в глаза, могут, конечно, сказать, конечно, мы и это учтем, да. Это не будет нигде написано, но по факту это работает так. Конечно, город, власти любого города, любой области заинтересованы в инвесторах, да, вот, и ни одно ведомство не будет становиться поперек, да, если бургомистр пожелал бы того или иного инвестора видеть гражданином своего города. Окей, у нас Ольга немного заскучала. Оль, я тогда тебе ненадолго передаю слово, ну и, собственно, скорее, может быть, не в качестве... Обычно я тебе задаю вопрос, а теперь от тебя вопрос. Спасибо, да, у меня действительно и назрел вопрос, он достаточно актуальный, он связан с какой историей, то есть мы сказали, да, то есть Олег сказал, что миграционное право отражает стратегический, экономический и общественный интерес страны. И это на протяжении последних 20 лет, да, которые я наблюдаю за развитием миграционного права, было видно. Сейчас у нас ситуация такая в стране, что ВВП падает, то есть по актуальной статистике ВВП упал на 10%. Страна Германия, это у нас экспортная страна, она живет в основном за счет экспорта, да, и зависит от других территорий, да, и других стран. Может ли вот такое развитие, да, мировое развитие, да, повлиять на изменения в миграционном праве и возможности получения вида на жительство вот именно в этой категории? То, что я хотел бы в любом случае положительно оценить в законодательстве Германии, регулирующей миграционные вопросы, то, что группа, группа мигрантов, приезжающих в рамках трудовой деятельности, что это нашло очень широкое отражение и сейчас и в самом законе. То есть Германия, Германия открывает, открывает двери для, или открыла двери с марта этого года для трудовой миграции, да. Это, на мой взгляд, показывает то, что Германия заметила и отразила это в законе, что есть мигранты те, которые, от кого Германия, которые в Германию приезжают работать, да, и повышать, повышать ВВП. А не только как в рамках гуманитарной или политической помощи, да. Ну, то есть ты видишь возможность, что каким-то образом страна будет смягчать условия для... Да, эту категорию увидели, к ним будут относиться по-другому, да, к ним будут относиться с большим уважением и пониманием того, что они здесь планируют делать, да. Хорошо, давай тогда просто в завершении вот этой части, о которой мы сказали, все-таки, чтобы понимать. Получается ситуация такая, есть набор аргументов у заявителя, среди них может быть то, что он вложил какую-то сумму, то, что он готов будет вложить какую-то сумму, то, что у него есть, ну, там, Екатерина, например, задала вопрос, а если несовершеннолетний ребенок учится работать в Германии, может это быть дополнительным аргументом в некоторых случаях? Да, но это может быть и... может быть, может быть дополнительным аргументом, а может быть и аргументом, на основе которого отклонятся заявления, да. Вот это можно хорошо показать вот на примере, как я писал, там, дедушки-бабушки, планирующих приехать там к родственникам в Германию, да. Там на самом-то деле это такой очень-очень сложный и витьеватый юридический, юридическая конструкция для того, чтобы эта возможность была, потому что дедушке-бабушке приехать там к своим детям или внукам исключено, да, вот. С одной стороны, или условия... То есть, если вы хотите, если вы говорите, что я хочу приехать к своей дочери и жить у нее, да, вам откажут. Если вы скажете, я поеду к своим внукам, чтобы ими заботиться, о них заботиться, вам откажут, да. Если вы скажете, что я не в состоянии... у меня неком заботиться здесь за границей, да, у меня единственный ребенок проживает в Германии, я хочу к ней, вам откажут, да. Тем не менее, есть возможность въезда сюда поближе к детям, к внукам, да, но не воссоединяясь с семьей. То есть, вот в данном случае этот аргумент, аргумент воссоединения... Да, но в данном случае вот этот аргумент, то, что находятся дети здесь, да, его можно... он может быть использован как положительно, так может быть и настоящий КО-аргумент, да. Хорошо. Как тогда правильно действовать? Вот как собрать этот набор аргументов, тем более, если ты, ну, условно говоря, обеспеченный человек, но сумму конкретную мы назвать не можем, потому что ее не существует. Вот как... Ну, это... Еще что ты сказал, ты же сказал, что в одной федеральной земле, там, один город согласится, то город не согласится. Как правильно действовать тогда? Ну, нужно... Ну, безусловно, решает прежде всего сам клиент, заявитель, где бы он хотел, где бы он хотел жить в Германии, должен понимать, что этот статус, он связан с тем, что ему, по крайней мере, в первые пять лет не разрешат заниматься никакой трудовой деятельностью, да, то есть она исключает какую-либо работу, будь то там по найму, будь то самостоятельно, он только дает возможность здесь проживать. Окей, хорошо. Ну, давай тогда все-таки еще разочек. Вот если мы говорим о некоем наборе оснований, я еще раз покажу про этот кадр. Вот они у нас есть сейчас, это не они, это вот есть. Вот есть самостоятельные иностранцы, есть история, связанная там с длительным лечением, есть иностранцы, имеющие апартаменты. Сам по себе каждый этот аргумент по факту и по немецкому законодательству предельно неопределен, то есть нет никаких четких грязей. Ну, это, скажем, в этом нет ничего такого уж совсем неожиданного, потому что, ну, юриспруденция работает с такими, с неопределенными терминами, это не только там особенность какая-то права, миграционного права и других остальных. Это, скажем, то и есть искусство работы юристов, чтобы вот с этими неопределенными терминами найти путь в интересах клиента. Это риски, поскольку это неопределенные, но это и шансы, чтобы убедить контрагента в том, что мы по праву претендуем на тот или иной статус. Хорошо, попроси, пожалуйста, давай тогда все-таки попробуем нарисовать, ну, какую-нибудь картину. Вот ты, как юрист, к тебе обращается человек с каким-то доходом, достаточным для проживания в Германии на интуитивном уровне, ну, может быть, понятно, там, условно говоря, человек зарабатывает каким-то образом, там, дивидендами, неважно, чем еще, там, 10 тысяч евро в месяц, например. Ну, понятно, что ему хватит, да? Ему интересно жить в, не знаю, там, в Саксонии где-нибудь. Что может быть? Какие еще здесь могут быть от него аргументы? Что ты можешь от него запросить? Или что он должен сказать, что, ребята, вот есть это, 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 могу ли я на что-то претендовать? Какие здесь могут быть пребывные аргументы? Ну, я, может быть, конкретно, конкретно случай напишу, может быть, он поможет. Мы действительно там, это не связано, мы находимся там в количестве инвестиций в недвижимость в Германии на уровне более 3 миллионов. Это как доходная недвижимость, так и коммерческая и апартаменты, в которых заявитель планировал жить. Вот, у нас получался доход до налогообложения с объектов, это порядка, порядка 10 тысяч. То, что у нас еще здесь было, это была семья, дети, единственные дети, единственные внуки. Да, и вот, и здесь, в общем-то, то, о чем мы долго общались, это доказать ведомству, что здесь не, что мы не находимся на воссоединении семьи, что у нас нет воссоединения семьи, что это не родитель приезжает к детям, да, что родитель приезжает в Германию на основе отличного от воссоединения семьи нормы. То, что, безусловно, она будет там встречаться с детьми и со своими внуками, заявитель будет встречаться с детьми и внуками, это что-либо иное было бы утверждать, но не соответствовало бы жизненной, жизненной действительности, да. Ну, так смотри, еще разочек, правильно ли я тебя услышал? Ну, то, что они еще от нас требовали, это источник происхождения средств, да, это вот, это то, что касательно, скажем, там, личности, да, откуда эти средства, то есть они хотели достаточно подробно знать о заявителе, да. Прости, пожалуйста, Олег, все-таки я хочу еще раз понять, значит, вот смотри, человек инвестировал 3 миллиона евро, его дети уже жили в Германии? Да, да, они, это было совсем, абсолютно разная история, да, то есть дети жили там, у них была своя жизнь, родители жили в третьей стране, у них была своя жизнь, инвестиции были просто как инвестиции, и потом было принято решение, что родители тоже решили переехать в Германию, да, вот, то есть это вот развивалось. И, простите, никаких больше аргументов не было, по большому счету, основным аргументом было, что 3 миллиона евро ты инвестировал, ты доказал, что, ну, эти деньги не украдены, что, то есть власти это устроили, и важно было сказать, что речь не идет о воссоединении семьи. Да, ну, это, да, скажем то, что вот в этом конкретном случае, но, как правило, в большом, в большом числе случаев есть какие-то социальные контакты в Германии, да, то есть это там или, действительно, достаточно часто это дети, которые здесь уже или учились, учились, работают уже, и родители принимают решение или дети принимают решение, хотели бы, что, в общем-то, вполне понятно, объяснимо, хотели бы поближе быть к родителям. Ну, то есть поближе, но... Но не вместе. И это важный момент. Да, да, это важный момент. Окей. Ну, Евгений, вижу от вас вопросы, обязательно тоже его зададим. Давайте тогда перейдем все-таки к другой части. Ну, то есть, как я понимаю, история, связанная с вот таким получением ВНЖ, там, на основании финансовой независимости, это история с огромным количеством неизвестных в любом случае. Смотрите, я бы хотел подытожить это следующим образом, да, то, что, вот я вам сказал, видение судьи, да, причем судьи федерального уровня и председателя Сената, да, оно с моей точки зрения абсолютно правильно, да. Тем не менее, процессировать ни у кого, и у меня в том числе, желаний нет, поэтому мы ищем какие-то прагматичные решения на уровне ведомств, да. И если они требуют какие-то, скажем, какие-то вещи, которые мы можем выполнить, да, будь то, даже если они не имеют, скажем, каких-либо законных оснований, да, чтобы решить и выполнить заказ, да, мы идем на это. То есть ищем прагматичные решения на уровне ведомств. Окей. Ну, хорошо, я думаю, что мы попробовали пораскачивать лодку, скажем так, все равно она не перевернулась, но история, ну, для меня, по крайней мере, некоторые вещи как бы стали более-менее понятны, что тут уровень неопределенности. Ну, то, что важно, у вас должен быть стабильный доход, да. В любом случае. У вас должен быть источник стабильного дохода, которым не является ваша работа, да, потому что работать вы не можете, да. И одним из таких источников, это, конечно же, может быть доходная недвижимость, да. И этого дохода его должно хватать для того, чтобы покрывать ваши жизненные потребности, да, плачивать медицинскую страховку и, возможно, в зависимости от возраста, сделать какие-то взносы в пенсионный фонд, да. Если мы касаемся вопроса медицинского страхования, то здесь надо учитывать, что вот в категории состоятельных иностранцев вам нужно рассчитывать на ежемесячные взносы в страховой компании порядка 850 евро, да, только заодно медицинское страхование, вот. Окей. Вот это вот, скажем так, та конкретика, да, то есть у вас должен быть, ну, доход, ну, 3-5 тысяч в месяц минимум на одного заявителя, да. Тогда здесь мы можем вот говорить об этой категории состоятельных иностранцев. У меня там есть, скажем, дополнительные наработки, где я могу вот на уровне этих доходов там пытаться убедить ведомство, которые не рассказывают мне про цифру в 3 миллиона, почему вот данная категория населения и иностранцев, я считаю, состоятельными, да. Окей. Хорошо. Значит, через пару секунд вернемся к разговору уже о возможности открытия бизнеса и через бизнес что-то делать. Поговорим, Олег, об этом. Ольга, короткий вопрос пока к тебе все-таки. Вот если мы говорим о... Ты все-таки на эту историю смотришь со стороны недвижимости некоторым образом. Конечно. Да. Олег справедливо заметил, что, ну, нет вот этой цены, да, то есть купил за столько и после этого получил дверь на жительство. А как ты все-таки со своей стороны как-то на эту историю смотришь, когда все равно такие запросы есть и они будут, что что бы мне такого купить, чтобы потом имело смысл обращаться к адвокату? Вот какие здесь решения, особенно в текущих условиях? Да. Ну, уже на первой стадии общения с клиентом я выясняю, насколько вопрос ВНЖ важен. И если этот вопрос важен, то клиент обязательно получает консультацию с Олегом. Почему это нужно? Дело в том, что мы не можем приобретать для клиента, да, объект недвижимости в каком-то неправильном регионе. Для нас очень важно выбрать правильный регион. Как вот Олег сказал, что это действует в миграционном праве региональный принцип. И, соответственно, разные ведомства по-разному относятся к заявителям и также к размеру инвестиций. И зная бюджет клиента, мы можем сказать, окей, с таким бюджетом мы можем попробовать в регионе X, да, получить вид на жительство. Или, скажем так, там шансы достаточно велики, чтобы вид на жительство получить. А вот с таким бюджетом вы можете уже в регионе Y, да. То есть у каждого региона у него также есть еще свои общественные интересы. То есть это еще общественный интерес, он отражается в типе недвижимости. То есть это может быть какой-то определенный тип недвижимости, как, например, дома престарелых. Как пример, да, то есть если в регионе не хватает домов престарелых, и там большой процент жителей 70+, и острая нехватка, да, то, соответственно, понятно, что регион и муниципалитет, да, и также ведомство по делам иностранцев будет заинтересовано в привлечении капитала именно в это направление. То есть, ну, я условно довожу там ситуацию до абсурда. Все регионы взяты с потолка, но просто чтобы не было иксов, эпсилонов, да, назовем какие-нибудь там, ну, конкретные места. То есть условно в Ленинске покупка дома престарелых может оказаться более интересным вариантом, а может оказаться менее интересным вариантом, чем покупка, там, не знаю, чем строительство ратуши новой там в... Ну, если говорить там конкретно о Лейпциге, да, которую ты упомянул, то тут как раз в Лейпциге все очень хорошо. Лейпциг последние 20 лет имел очень высокий уровень экономического развития, и им, у них на самом деле особо общественного интереса в привлечении дополнительного капитала или дополнительных инвесторов нет. То есть бюргомистр очень четко заявляет, что у нас все хорошо, у нас достаточно инвесторов по всем направлениям, поэтому переизбыток даже, можно так сказать, инвесторов по всем направлениям. Поэтому заходить в Лейпциг с таким заявлением было бы неправильно, да? А, условно говоря, где, а там в Померании правильно или где? Ну, это хорошо, в Лейпциг или нет? Это уже компетенция Олега, то есть это он актуально... Здесь, ну, Филипп, вот на этот вопрос он ставится абсолютно оправданно и правильно, вы сможете ответ получить только занимаясь, ведя переговоры, ведя конкретные переговоры, рассматривая какие-то конкретные регионы, да? Вот это, сидя за рабочим столом, бюро это ответить крайне сложно, да? Вот, поэтому и вот эти темы являются исключением, что там каждый отдельный случай, он рассматривается индивидуально и принимается индивидуальное решение, да? Окей. Ну и тогда давай переговорим с тобой уже на следующую. Нашу тему, проговорили про иные цели и поговорим про самостоятельные предпринимательские деятельности. Давай тогда знаешь, куда вернемся? Вот у нас с тобой был кадр, где ты рассказывал вот этот, вот, вот этот, вот. У нас здесь есть такая история, что работа, да? Работа это вроде та история, которая прописана в законодательстве довольно подробно. И об этом, о работе как наемным сотрудникам мы поговорим в самом конце, уже буквально пару вопросов, тем более у нас было. А если мы говорим о, ну вот, открытии бизнеса? Я хочу открыть бизнес и на основании этого получить вид на жительство. Вот какие, с чего начинаем? Ну вот про открытие, про открытие бизнеса иностранцами по работе... И по работе как предприниматель в Германии я хотел бы еще два слова сказать, что сейчас эта норма конкретно прописана, конкретно указывает критерии, конкретно указывает критерии получения вид на жительство для ведения предпринимательской деятельности. В конце 90-х эта норма или, скажем, возможность получения визы, визы или вид на жительство для занятий бизнесом в Германии, она тоже предоставлялась на основе вот этого, так называемого, параграфа номер 7, который регулировал те иные цели. И в нулевых годах законодатель принял решение о том, что вот эта группа иностранцев, которые готовы здесь инвестировать, которые должны... которые готовы инвестировать и вести свой бизнес в Германии, она интересна Германии. И это было во время правления, во время канцлера Шрёдера. Получили свою собственную норму, да? Вот. И раньше, скажем, первая норма, которая появилась, она видела объем инвестиций в миллионы, создание 10 рабочих мест. Да? Вот. Инвестируя миллион в немецкую экономику или в свое предприятие, создавая 10 рабочих мест, Германия готова бы дать вид на жительство самостоятельного предпринимателя. Готова была, но это не было обязательной нормой. То есть вот... Да-да, это никогда не была обязательной нормой. Готова была, да? Но, тем не менее, сложно было отказать. Уже через год Германия увидела, что таких претендентов крайне мало, да? С миллиона сумма была уменьшена там за несколько шагов до 250 тысяч, и количество рабочих мест уменьшилось сначала на 5, потом из закона пропало полностью, как и сумма инвестиций, да? То есть то, что мы сейчас имеем в законе, это практически та практика конца 90-х годов, которая не была прописана нигде, то, о чем мы говорили, да? То есть более-менее возможность предоставления вид на жительство, связанное с предпринимательской деятельностью, оно находится в ругах муниципалитета, да? Тоже. Да, да, тоже в руках муниципалитетов, и, как правило, они решают город, город или область решает, какой профиль предпринимателей им интересен, да? Или говорят нам, интересно все, да? Что тоже, возможно, интересно все с какой-то разумной предпринимательской идеей, да? Вот это тоже на уровне городских властей значительно формируется, определяется профиль интересных, интересных этому региону предприятий и, соответственно, потребность. Окей, ну отлично. Тогда давай просто поговорим уже вот именно о конкретных примерах. Ну, это же не о грехах, а о примерах. Вот хорошо, самостоятельная предпринимательская деятельность. Я предприниматель, я хочу начать какой-то бизнес. Как ты сказал, количество рабочих мест сейчас не определено в законе, сумма инвестиций тоже не определена. Как тогда... Ну, это, как я уже говорил, это те риски и те шансы, да? Это, в общем-то, то, что вот эти изменения, они должны были дать положительную динамику вот в решении этого вопроса, да? Просто раньше закон этот применялся не так, как его планировал законодатель. И вот это снятие каких-либо цифр или из нормы, там, в 250 тысяч или в 5 рабочих мест, оно должно было облегчить применение этой нормы, да? То есть дать больше возможностей региональным ведомствам решать, нужно им это предприятие или нет, даже если там создается меньше там 5 рабочих мест или инвестиции, сумма инвестиций меньше 250 тысяч. Как этот закон принимается сейчас, вот по практике? Хорошо, я бизнесмен, у меня есть определенные суммы, я имею опыт, не знаю, производства, не знаю, там, меньше чем для ванночек или чего, вот, ну, в реальности... Но я, да, ну, применение, он находит, как это видно из статистики, крайне-крайне редко, да? То есть статистически сумма, количество там выданных виз в 150 за полгода, она теряется абсолютно, да? Но все равно, что это... Но все равно 150 – это не 5 и не 10, это все-таки число. Ну, да, если раскинуть их на все регионы, которые есть в Германии, то это по одному случаю максимально ведомство. Вот, окей, каким критерием? Ну, как вот мне действовать? Вот люди нас смотрят сейчас, что им делать? Ну, скажем, как... Ну, я подобными проектами занимаюсь уже более 20 лет, да? Вот, и с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что, как и любой бизнес, мы начинаем работать над бизнес-планом, да? То есть мы работаем над реальным бизнес-планом, потому что поэтому бизнес-планы нас будут разбирать через 3 года, когда мы будем подавать заявление на постоянный вид на жительство. Они будут там каждую строчку переворачивать, вот, и каждую цифру рассматривать. Вот, поэтому мы работаем над бизнес-планом, да? Мы подыскиваем регион, который подходил бы и принял бы этого предпринимателя. Продолжая рассказ, да, мы говорим про бизнес на севере страны. Господи, в принципе, про бизнес. Я уже говорю на севере, просто вопрос был от нашего клиента, как раз про север расскажешь отдельно. Все-таки с чего начинать? Я должен понять, что я хочу делать или где я хочу делать? Нет, ну, конечно, где я хочу делать – это составная часть концепции, да? Что я хочу делать, где я хочу делать, да? То есть, как в любом бизнес-проекте, нужно начинать с разработки самого бизнес-проекта и проверять на его жизнеспособность, насколько этот бизнес-проект жизнеспособен. После того, как мы эту концепцию, бизнес-концепцию составили вместе с клиентом, это действительно краеугольный камень всего проекта, да? На это уходит основное время, да? Сколько она составляется? Сколько составляется этот бизнес-план и где? То есть вы по телефону это делаете или просто надо приехать к тебе и подробно общаться? Не, ну, общение идет, как правило, удаленно. Это какие-то… какую-то информацию клиент предоставляет, но в основном пишем мы его здесь, да? Это месяц, два, три, год? Ну, это в зависимости от того, как мы информацию будем собирать, как я посчитаю, что он готов для того, чтобы мы могли его обсуждать с коммунальными органами, да? То есть шаг первый – мы составляем бизнес-концепцию. Шаг второй – я обсуждаю эту концепцию с муниципальными властями, с ведомством по делам иностранцев, того региона, где планируется предпринимательская деятельность, да? После того, как мы это все согласовали, доработали концепцию, если это необходимо, и только лишь потом клиент идет и подает пакет документов в консульство, да? Потому что ключевое решение принимает не консульство, а принимают муниципальные органы здесь, на местах, да? И им это решение принять гораздо проще, если мы их уже познакомили с этой концепцией, убедили в необходимости, убедили в том, что выполнены все предусмотренные законом критерии. Вот. И зачастую эти документы уже попадают к тому человеку, кто их уже осма... С ними знакомился, вот. С ними уже знакомы все те экономические организации, которые интегрированы в процесс получения решения. Вот. И вот три основные шага, да? Окей. Скажи, пожалуйста, а вот кто, опять же, это кто-то единолично в итоге будет принимать решение? Вот кто в итоге скажет «да» этому человеку на основании вот всех предоставленных документов? Нет, нет, это как раз вот то, что касается предпринимательской деятельности. Здесь как минимум две инстанции задействованы. Это первая инстанция – это или ведомство по экономическим вопросам, это в зависимости от региона, или это торгово-промышленная палата, или обе вместе, да? В зависимости, кто как организовал. То есть задействовано учреждение, которое имеет экономическую компетенцию, да? Которое разбирается в экономических вопросах. Потому что в ведомстве по делам иностранцев такой компетенции нет. Они ее берут внешне, да? Это часто торгово-промышленные палаты. Иногда это, как я уже сказал, отделы по экономическому развитию города. Вот, но всегда есть третий лиц. То есть они дают свой вводом, да, насколько им это предприятие интересно, да? И уже потом, то есть мы прошли, часть барьеров взяли, и уже потом ведомство по делам иностранцев смотрит, насколько выполнены остальные критерии. Дело в том, что на практике, да, наличие постоянного дохода в Германии – это всегда плюс. То есть ведомства, они воспринимают постоянный доход в Германии как более качественный аргумент, да, чем если это будет постоянный доход в какой-то другой стране. Это одно преимущество. Другое преимущество также наличие немецкой недвижимости, как опыт показывает, дает и преимущество получения вида на жительство в других странах. То есть у нас есть клиенты, которые благодаря доходной недвижимости получили вид на жительство в Испании, во Франции, в Швейцарии, да, то есть это всегда очень хорошие аргументы и хорошее доказательство постоянного, невыдуманного, да, и регулярного, и надежного дохода – это то, что как раз ведомству нужно. И не только немецкому, да, во всех странах Евросоюза, то есть действует в этом случае одинаковый подход. И вот у меня вопрос к коллегу, да, так как он подключился, я надеюсь, что будет сейчас слышно. Вот если у наших клиентов, допустим, уже есть ли на жительство, да, где-то, допустим, на Кипре или во Франции, ну или в любой другой, да, стране, могут ли они претендовать на получение вида на жительство в Германии и будет ли какая-то облегченная процедура получения вида на жительство? Но тот факт, что у заявителя есть вид на жительство в какой-либо из стран Евросоюза, да, он, скажем, прямой преференции он не дает, да. То, с чем можно работать, что есть в определенных, при определенных условиях вид на жительство, полученный в одной из стран Евросоюза, при пребывании в ней более, по-моему, 8 лет, он дает возможность свободного переезда и проживания длительный срок в другой стране, вот, без, скажем, с упрощенной процедурой оформления, да. Речь идет о так называемых странах, не просто Евросоюза, но входящих в Шенгенское соглашение, да, там есть определенные преференции, но там срок пребывания должен быть достаточно долгий, по порядку 8 лет. Окей, перехватываю вновь себе эстафетную палочку, да, прошу прощения, что-то как-то, вот, ей-богу, в данном случае совсем не на нашей стороне оказалось этот сбой, американская система, кстати, крикми, работает со сбой. Вот, Олег, ну давай тогда все-таки продолжим, то, что ты интересно рассказывал очень про того, с чего начинать заявить или, в частности, ты, например, сказал, что, ну, вам риск писать бизнес-план, да, изначально, вот с этого было бы неплохо начать, а при этом, ну, если человек изначально понимает, что, ну, вот он же хочет жить в Баварии, например, да и не обязательно в Баварии, там, ну, где угодно, в любом другом месте, может быть, логично было бы ему, ну, то есть, узнать, а вообще, какие потребности здесь, ты с нами говоришь, что очень многое зависит от конкретного муниципалитета, от их конкретных потребностей, вот, где здесь найти вот ту золотую середину, потому что будешь писать бизнес-план, а потом напишешь и выяснится, что, а, в общем, эта тема здесь вообще не актуальна. Но прежде всего нужно, конечно, исходить из фактических возможностей, желаний клиента, да, никакие там положительные информации о потребности региона нам ничего не даст, если клиент фактически этого не сможет, да, то есть мы по-любому исходим из того, что клиент, какой бизнес-клиент знает, чем он занимался и можем ли мы как-то прагматично связать то, что он может и умеет с тем, с каким-то, может быть, новыми, новыми областями его бизнеса здесь, в Германии, да, сам по себе уже старт бизнеса, даже предполагаемо известного в другой стране, это совсем новая история, да, ну вот, поэтому, поэтому идем мы, как правило, таким путем. Ну, и все это идет параллельно, Фил, да, то есть мы работаем над концепцией, мы проверяем регион, ведем переговоры, да. Существуют ли какие-то жесткие или, может быть, не очень жесткие, но формальные критерии, что вот такой бизнес, такая история, они или вот бизнес должен удовлетворять вот там таким-то требованиям, ты говоришь, многие цифры были убраны, но что-то формально осталось? Ну, остались формально вот эти вот критерии, которые я указал, это региональная потребность, да, региональная потребность, экономический интерес, он тоже может быть региональный, да, и сложно найти какой-то регион, который бы сказал, нам не нужны предприятия, нам не нужны предприниматели, да. Другое дело, какой вид деятельности в данном регионе интересен, да, и каких-то видов деятельности, которые на всю жизнь действуют, их нет, да. Если в начале нулевых, скажем, вы могли в любом регионе там открыть фирму экспорт-импорт и продавать в Восточную Европу поддержанные легковые автомобили, да, и вам хлопали, да, говорили, давайте, давайте, это как раз то, что нам нужно, экспорт Германии живет экспортом, да. С такими идеями сейчас уже можно даже не подходить. Это, конечно, это не работает. Вам в любом регионе скажут или в большинстве регионов скажут, нам это неинтересно, да. А есть ли какое-то понятие масштаба бизнеса, ну, условно говоря, открытие парикмахерской или кафе, где ты сам будешь либо за стойкой стоять, либо стричь, это вряд ли тот объем, который заинтересует Германию? Скажем так, какого-то уровня, да, их в законе не описано. Конечно же, маленьким киоском продовольственным сложнее убедить коммунальный орган, тем не менее это возможно. Да, правда, история такая достаточно давняя, но вот в нулевые мы открывали такие, ну, не открывали, а это был один такой малый бизнес, который действительно, ну, малый он по количеству сотрудников, ну, то он уже совсем такой, но все равно в категорию малого бизнеса попадает. Это киоск, но у него были особенности, да, ну, ни много ни мало, один из сотрудников на нем вне очень сработал, да. То есть регион нельзя сказать, чтобы оказался вне интересов, да, было создано 11 рабочих мест, да, вот, и здесь, конечно, вы найдете поддержку в любом регионе, даже если малый, даже если это какой-то, на первый взгляд, не особо яркий бизнес, да. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот просто просят, можешь ли ты, опять же, исходя из своей практики, привести несколько примеров, вот, что есть открытие бизнеса, ну, как это работает? Что есть открытие бизнеса, да, но какой-то закон сам по себе не предусматривает, в какой форме вести бизнес, да, вы можете вести его как частное лицо, но все, конечно, но практически без создания юридического лица ни один проект не обходился, да, то есть мы открывали в рамках проекта, как правило, это были ГМБХ, да, это юридическое лицо, сравнимо оно с российской формой общества с ограниченной ответственностью, и уже один, или, скажем, если это был один учредитель, он становился учредителем этого предприятия и директором, да, вот в этой комбинации он как раз попадает под статус самостоятельного предпринимателя и может вести деятельность, да. Вот пример, все-таки, прошу, все-таки, пример какой-нибудь, вот ты сказал, что открыли там несколько киосков, если мы говорим о более свежих примерах, ну, возможно, там не всю информацию, ты можешь открыть, что можешь, где, что, сколько это время нужно было? Ну, свежие примеры, они связаны с деятельностью застройщиков, да, опять-таки, они тоже уже не такие, ну, нет, не вчерашних дней, да, это вот последние проекты, это были застройщики, инвесторы, то есть, можно сказать, девелоперы, которые по-разному развивались, которые или просто выступали генеральными подрядчиками, строили объекты, продавали их, или открывали потом какие-то свои строительные фирмы. Вот это, пожалуйста. То есть, у тебя есть строительная фирма, и что она должна строить, какие масштабы должны быть у нее работ? Это должны быть, там, не знаю, там, многоквартирные дома, магазины? Ну, это абсолютно по-разному, опять-таки, будет зависеть от региона, в каком регионе, в каком регионе работает фирма, и что она строит, какой сегмент она обслуживает потребителя, да, своими объектами. Это там доступное жилье, или это там жилье класса люкс, или какой-то средний уровень, да. То, с чем мы конкретно работали, там, у нас был застройщик, это было, скажем так, абсолютно доступное жилье, да, то, что мы, скажем, чем мы аргументировали, то, что им удается, там, строить ниже рынка, тем не менее, там, оплачивая рыночные цены, да, у своих подрядчиков, своим подрядчикам, да, они были, могли продавать, предлагать свои квартиры по ценам ниже рынка. А скажи мне, пожалуйста, вот хорошо, организация такой компании, она же требует нам, ну, найма сотрудников, некую бухгалтерию и так далее. Вот это, на каком этапе все это осуществляется? Сначала я бизнес-план предоставляю? Да, да, то есть, ну, я рекомендую ни в коем случае, там, не бежать, не бежать открывать ГМБХ, да, и потом, как сказать, под уже открытое предприятие, там, иначе-то деятельность писать бизнес-концепцию, это всегда гораздо сложнее, да, сложнее, потому что первые годы, они всегда сложные, там, минусы, да, и убедить ведомство в том, что вы вот после того, как вы полтора года отработали в минус, что у вас там результаты пойдут вдруг через год, будут гораздо лучше, всегда сложнее, да, чем приносить проект, да. То есть очень много, поначалу заявить о желании создать бизнес, утвердить все, а потом уже начать его создавать? То есть создание ГМБХ – это как один из этапов реализации проекта, а не наоборот, создать ГМБХ и под нее уже пытаться создавать проект, да, потому что уходит время, у вас действующая ГМБХ, которая, хорошо, если под нее есть там фактический бизнес-план, да, если у вас есть фактический бизнес-план, и он работает, но это, к сожалению, в редких случаях бывает, да, сначала открывает фирму, или часто бывает, да, открывает фирму, а потом думает, что с ней делать, да, вот, и уходит время, год, полтора, а то и два до того, пока мы не подадим заявление, да, вот, а там уже ведомство смотрит, смотрит годовые отчеты, говорит, а чем вы два года занимаетесь, у вас же это было, и почему вы вдруг вот будете на третий год успешными, то, что вам в первые два года не очень удалось, да, то есть нам там аргументировать гораздо сложнее. Можно ли сказать уже такой более общий вопрос, что есть реги... ну, там, вот, восточная Германия западная, в которой, вот, ну, скажем, что в Восточном, например, проще вообще искать какие-то варианты и что-то проще реализовывать, или, по большому счету, не существует вообще никаких, то есть вся Германия открытая поляна для тебя? Ну, на самом деле, так оно и есть, можно работать в любом регионе, где-то это будет посложнее сказать, что в Восточной Германии это проще, это было бы, скорее, неправильно, проект должен подходить в регион, да, вот это должно быть. Хорошо, ну, нет, понятно, проще реализовываются такие истории в, там, условно говоря, в больших городах, в мегаполисах или более гибкие и согласные на твои услуги муниципалитеты маленькие? По-разному, есть и такой, и другой опыт, да, и, то есть, сам по себе факт большого города, он не говорит о том, что там будет это сложнее реализовать. Факт большого города, он говорит и о том, что у людей больше опыта, да, это тот большой плюс, который, скажем, мне тоже и помогает, да, что там есть сотрудники, которым эти занимались, которым я могу вести профессиональный разговор, да, которые меня понимают, вот. И плюс больших городов в том, что они не ожидают Билл Гейтса, да, за каждым проектом, да, вот. Плюс маленьких городов в том, что вы можете там реализовать такие проекты, которые в больших вы никогда не реализуете, да, пример получения вид на жительство под собственную управляющую компанию, которая управляет собственными объектами недвижимости, да, то есть все вот, все для себя, да. В большом городе я бы никогда такой проект бы не прошел, да, а в малом они рады, и если вы создадите два рабочих места, да, пусть даже не полных, они с удовольствием вас поддержат. Ну, вот. Окей, ну, смотри, правильно ли я понимаю схему? Вот идет некий бизнес-план, идет некий сбор документов, ну, вот если, вот этот список, вот он, да, ну, финансовый план. Если я правильно понимаю, вот первые четыре пункта, это просто то, что делается, ну, заранее, там, ну, в данном случае с твоей помощью, так? Ну, да, я поддерживаю в составлении бизнес-плана, но, скажем, там каких-то особенностей нет, но это в пределах десяти страниц, особо длинной предоставлять тоже нет целесообразности, потому что... Вот если есть рекомендации, вот что такое рекомендации, от кого они должны быть, как это работает? Рекомендации, да, но если у вас есть какие-то бизнес-партнеры в Германии, то рекомендательные письма, да, о том, что мы с этим человеком знакомы, мы с ним уже работали, можем подтвердить его деловую репутацию. Это рекомендации именно от бизнес-партнеров в Германии? Да, да, да. Окей. Ну, или от каких-то в Европе, да? Значит, это хорошо, если это есть, да, это хорошо, если это есть, как правило, это всегда находится, потому что в Германии тоже выбирается там не с чистого листа, кто-то с ней работал, где-то какие-то контакты есть, поэтому рекомендации, если их нет, ничего страшного не происходит, если они есть, это всегда хорошо. Окей. Ты собрал этот пакет документов, собран, после этого, ну, вот он подается на рассмотрение, вот после того, как весь пакет собран, сколько ведется работа по решению, и параллельно все-таки, раз ты говоришь о бизнесе, тебе надо как-то и бизнес запускать, и там свой вид на жительство ждать, ты же тоже... Изначальная цель такая, как вот это все работает? Ну, иногда, ну, скажем, принятие решения могут занимать от шести недель, да, быстрее никогда, то есть шесть недель – это минимум, ну, и где-то до трех месяцев, да, вот это вот три-четыре месяца – это когда принимается решение, да, когда они выносят решение. Вот, быстрее – вряд ли, потому что связано это с тем, что задействовано несколько инстанций, да, они запрашивают, запрашивают экономические ведомства, запрашивают начальника, да, то есть без начальника ведомства эти вопросы никогда не решаются, вот, этим обоснованы эти сроки. Окей, хорошо. Этически есть возможность ускорения, но на практике она не работает, да, они никогда не идут… То есть мы согласовываем по факту эти проекты, да, до подачи, но каких-то письменных подтверждений они не дают, хотя могли бы, но, я говорю, на практике это не работает в этих случаях. Хорошо, предположим, вот получилось подтверждение, все хорошо, что мы делаем дальше? Вот в какой момент надо уже начинать реально заводить свой бизнес? Смотрите, да, мы подаем документы, они проверяются на местах, местные миграционные органы дают свое одобрение проекта, говорят, да, нам это интересен, мы даем свое согласие, консульство выдает визу национальную, с этой визы человек приезжает, открывает ГМБХ, арендуется помещение, ищется квартира, где он будет проживать, и начинается работа бизнеса и решение там бытовых вопросов, страховки, аренда. Формально только вот один человек может получить, ну, человек, его семья, да, или если проект относительно большой, могут претендовать там компаньоны или как-то еще. Но больше двух человек по, так сказать, по одному проекту, ну, меня не было, да, но это и сложно, сложно по той причине, что самостоятельным предприятием на одной компании, ну, могут быть максимально два человека, да, или мы тогда разные, иначе это не получается. уже из правовых причин. Окей. Хорошо, ну, и тогда следующий вопрос. Вот ты получил всю эту историю, но одно дело бизнес, написанный на бумаге, а с другой стороны, он просто не пошел. Как решения принимаются тогда, и что делать тогда? Причем он не пошел не то, что там, ну, мало ли. Ну, понятно, да, если бы мы знали, как наш бизнес будет работать, нам бы, наверное, уже не нужно было бы сегодня обсуждать эти вопросы. Да, вопрос, вопрос важный, и безусловно, это происходит, это происходит, и происходит даже у очень опытных и успешных, успешных людей, потому что даже работа в той же самой сфере, это за границей, это совсем другой проект, другой рынок, другие обстоятельства, другие игроки. Если это не идет, да, первое, что мы делаем, ну, я в бизнес-план, мы прописываем две, ну, правда, максимально три сферы деятельности, да, практических, да, не те, которые там, которыми действительно можно будет заниматься. Конечно, это размывает профиль предприятия, с одной стороны, не очень хорошо, с другой стороны, это дает возможность вот как раз на тот случай, что если вдруг не работает одна сфера, можно пытаться вытянуть проект через какую-то другую там, другую сферу, да, вот, если этого нет, да, и не работает одна сфера, ну, приходится уговаривать и объяснять причину, почему это не сработало, да, то есть в результате, если вам по, если вы после первых трех лет у вас цифры не те, которые вы планировали, да, то вам нужно объективно объяснить, почему эти цифры не те, да, и если эти причины объективны, да, то вас услышат, да, и вам дадут второй шанс, да, может быть, даже и третий, но если возвращаться вот опять к конкретным примерам, да, это в особенности видно было вот по последнему кризису Лемон Бразерс, да, когда по банковскому кризису, когда экономика, экономика просела сильно, и некоторые рынки просто не работали, да, я не буду сейчас конкретно говорить, что просто не работали, да, там определенное, скажем, у меня как раз шел проект, мы выходили вот на, мы его запустили, и вот эти первые три года как раз они попали вот в этот в этот кризис, да, в этот кризис, и нам пришлось приходить и показывать, почему у нас цифры в разы отличаются от того, что мы планировали, да, хотя мы планировали тоже на основе объективных оборотов предприятия, да, которого уже имелось, подтвержденных с запасом, да, с запасом риском, тем не менее у нас старт в Германии был экономический, очень-очень неуспешно, да, даже по ожиданиям самого самого учредителя, но тем не менее мы получили второй шанс на два года, и если, если, скажем, после трех лет удастся, скажем, вот этот второй шанс затянуть на более чем пять лет, то там мы можем претендовать на постоянный вид на жительстве на основе других норм, да, если там не будет каких-то там КО-критериев там типа уголовных преступлений или так далее, но это не наша тема разговора, да, не... хорошо, ну, надеюсь, что на часть вопросов мы ответили, понятное дело, что подавляющее большинство вопросов, которые могут быть, они, ну, скорее, должны быть в частном порядке, просто потому что... я видел, что тут задавалось очень-очень много-много вопросов, но основная задача вот сегодняшнего вебинара, я попытался ответить вот на те вопросы, которые, Фил, ты вначале ставил, это, а действительно можно ли в совокупности с инвестициями в Германию претендовать найти путь получения видножительства, вот это вот была основная задача, которую я попытался реализовать вот в рамках сегодняшнего семинара, вот те пути, те тропки, путями их назвать крайне сложно, да, это вот тропки, которыми можно попытаться, да, ну давай в двух словах просто подведем может быть итог и коллеги мы в материале я думаю постараемся дополнительно ответить, но я все равно у тебя потом, Олег, спрошу немножечко про связанную с работой, давай тогда так, с работой поначалу, все-таки вот несколько слов о том законе, который принят был в Германии в начале марта, вот ссылка на статью уже опубликована в нашем чате, как это работает и то, о чем ты говорил, что Германия стала гораздо более либерально относиться к людям даже не с каким-то элитным высшим образованием, а просто вот что это такое, как это все сейчас работает? То, что закон вступил в силу, принят он был еще в прошлом году, вступил в силу он с 1 марта, как он по факту работает, сказать, конечно, сейчас крайне сложно, потому что Германия двумя неделями позже ушла в карантинный режим, да, и все госучреждения ушли также в этот режим, посольство и консульство ограничили свою деятельность только организации перевозки граждан, граждан Германии и людей с видом на жительство, поэтому я не думаю, что здесь у нас какие-то фактические фактические случаи извне, да, то, то, что но это, безусловно, окажет окажет влияние на тех, кто уже внутри страны, это то, что раньше было невозможно, можно из, скажем, получить вид на жительство с правом работы, не выезжая из страны, то, что раньше было практически невозможно, для политических беженцев, да, это значительная, значительная категория иностранцев, проживающих здесь, и которые с точки зрения народного хозяйства в Германии большую роль играют, да, если им предоставляется возможность работать, это большой пласт рабочей сил, ну, пусть не всегда квалифицированный, но тем не менее, вот, еще по поводу этого закона, да, что основное, что он с собой принес, он дал возможность въезда, или дает возможность въезда в Германию в принципе с любой профессией, да, то есть Германия не ставит, не ставит, не дает определения каким-то востребованным, не востребованным профессиям, Германия исходит из того, что если иностранец нашел в Германии себе рабочее место, то он может на это рабочее место занять, да, и приехать сюда и работать, выполнив остальные критерии. И одним из этих основных критериев будет являться знание немецкого языка на достаточно высоком уровне. Ну, подробно как раз в статье можно ознакомиться, если... Ну, в двух словах это так, это то, что, в общем-то, мы долгое время себе не могли представить, что Германия откроется, да, то есть, если раньше была программа так называемой голубой карты, всеевропейская программа для получения высококвалифицированных кадров, да, то сейчас открыли и для всех желающих, которые найдут работу. окей. Ну, и тогда давай подведем итог той основной части, все-таки, если задаться тем же самым вопросом, ну, что же в итоге, на что все-таки рассчитывать человеку или обладающему определенными средствами цифру называть невозможно, потому что ее нет, или если он хочет открыть бизнес, ну, в двух словах, как ему действовать и на что рассчитывать, на чью благосклонность, кто это будет принимать решение и как правильно подготовиться, чтобы иметь какие-то шансы на VNG. Ну, мой личный подход к работе вот в данных проектах, он такой, он исходит из того, что хотел бы сам клиент, хотел бы он работать, если он готов работать и готов на себя брать такой новый проект, пусть там может быть с партнером или с сотрудниками, да, то можно идти путем создания бизнеса, если это группа клиентов там 55+, которые, в общем-то, успешные предприниматели и предпринимательство их как таковое больше не интересует, они все свои или большое количество проектов, которые они начинали, они их уже успешно закончили и какого-то желания начинать еще новые проекты особо нет, тогда можно работать вот в этой категории состоятельных иностранцев. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Олег Капитонов, юрист, партнер Invest in Germany Real Estate, адвокат, специалист в области торгово-корпоративного права, пожалуйста, обращайтесь, я понимаю, что, наверное, очень многие фразы, которые сегодня прозвучали, были не столь прямые, как вам хотелось бы, а сколько нужно денег, чтобы там получить, да, там в НЖ, но, к сожалению, не на все вопросы, в том числе у Германии есть ответы. Ну и Ольга Мюллер, управляющий партнер с Invest in Germany, сегодня она была несколько в тени, в ближайшее время встретимся, когда будем говорить о Германии более активно. Оля, несколько слов тебе тоже в завершении хотел бы дать. Спасибо, я так долго ждала этого момента. Ну, что я могу сказать, я думаю, вот пока мы общались, да, я увидела необходимость и потому, какие вопросы задавались, что, наверное, нужно сделать из этого серии вебинаров, потому что мы сегодня общались два часа и видно, что не на все вопросы мы смогли ответить, да, или Олег смог ответить, то есть потребность есть, необходимость есть, и поэтому я буду очень рада, если участники сегодняшнего вебинара коротко напишут, какие самые острые для них темы, чтобы мы могли в следующем месяце, в июне, да, подготовить новый вебинар на эту тему. Хорошо, дорогие друзья, присылайте, пожалуйста, вопросы, можете даже сейчас их здесь в чате писать, несколько секунд для этого есть, или можете мне напрямую на тоже мою электронную почту, если вы хотите какой-то более, какой-то поворот, и мы тогда будем его уже с Ольгой, с Олегом обсуждать. Спасибо вам большое за внимание, да, вот электронная почта моя есть, пожалуйста, дорогие друзья, пишите. Ольга Мюллер, Олег Капитонов, ну и Филипп Березин, портал «Прионару недвижимость за рубежом», завтра встречаемся с вами в 13.00, традиционное время, до встречи, и спасибо за внимание, прошу прощения за небольшие технические накладки на американской стороне. «Прионару недвижимость за рубежом», «Прионару недвижимость за рубежом»,